Детское радио представляет Страшные и красивые Там одна такая многорукий бог Шива Индийский что ли? Ага, а еще там выставка и картина художника одного Эээ, Рериха Там такие краски Неужели горы бывают такого цвета? А больше всего мне понравилась картина Огни на Ганке О, Барабасов у нас, кажется, стал ценителем искусства Здравствуйте, Агара Петровна Здравствуйте, Барабасов, продолжай, пожалуйста Там на картине ночь или вечер, ну, в общем, темно Река На берегу, тетенька, на небе яркие звезды И то ли они отражаются в воде, то ли по реке огоньки плавут Спасибо, Барабасов Ты отлично описал нам картину и один из обрядов Которые верующие индусы совершают на берегах священной индийской реки Одной из величайших рек мира Ее имя Ганг А Барабасов говорил Ганган Хорошо, что ты заметила Ганг – это географическое название А Ганга – имя божества Ведь для индийцев эта река не просто поток воды Ее истоки на небесах Но их можно увидеть Как? Где? Индийцы считают, что Млечный Путь – это небесная Ганга И где же она спускается на землю? В Гималаях? Совершенно верно! Земные истоки Ганга находятся на высоте в 4,5 километра Там она выходит из-под гималайских ледников бурной и опасной горной рекой И устремляется к индийскому городу Хардидвар Чтобы поклониться в священной реке Туда ежедневно прибывают тысячи людей Они верят Достаточно окунуться в чистые ледяные воды И смоешь с себя все грехи После Хардидвара Ганг выходит на равнину И, сливаясь и расходясь с притоками Меняя по пути название Разливаясь в ширину до полутора километров Спокойно течет до своей самой большой в мире дельты Там Ганг распадается на 240 рек И выходит к океану Щедрая река многие века орошает поля Кормит и поет миллионы индийцев И потому они называют Гангу матерью Прям как у нас Волга-матушка, Ганга-матушка Между прочим, в Хардидваре на главном храме На многих языках так и написано Храм Матушки Ганги В том числе и по-русски А вы расскажите, как она попала с небес на землю? Древняя легенда гласит, что Ганга – это дочь горного властелина Хималая Барабас, ты понял, откуда название гор? Хималай, Гималай Ганга текла по небу и называлась Рекою Богов Они всегда могли наслаждаться ее чистой водой и прохладой А у подножья гор в знойной пустыне жили люди Палящее солнце выжигало посевы И люди умирали от голода и жажды Ганга сжалилась над ними Она решила опуститься к людям Но не знала, как это сделать Ведь поток ее так силен и велик, что промыл бы землю насквозь Разрешить эту задачу помог бог Шива Тот самый? Многорукий? И очень сильный Он принял поток на свои плечи и направил Гангу в ее земное русло А вы нам так и не рассказали, что делала та тетенька на берегу Ганга Которая на картине Рериха Днем люди совершают омовения в водах Ганги А по вечерам приходят к священной реке А даривают ее молоком и хлебом И потом каждый спускает на воду украшенный цветами фонарик Чтобы узнать, простила ли Ганга его грехи Вот откуда огни на Ганге Вот ничего ж себе на плечах целую реку удержать Силач он твой Шива, барабас А ты думал, еще какой силач? У него же рук сколько Вот он Гангу и удержал Да ничего вы не понимаете Просто настоящий мужчина Женщине всегда поможет Уроки Чудесоведения Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова